К более позитивным новостям. Россия вошла в десятку стран с самыми развитыми электронными сервисами. Наш регион также в числе передвиков. В том числе и благодаря таким акциям, как «Активный гражданин – грамотный налогоплательщик». Социальный проект под таким названием стартовал в Тверском госуниверситете. Его основной целью является приобщение студентов к использованию электронных налоговых сервисов. С идеей этого проекта выступил Тверской госуниверситет. В качестве партнеров подключились Общественная палата Верхней Волжи, ну и, конечно же, региональное управление ФНС. Кому, как не сотрудникам этого ведомства, рассказывать, что такое налоги и как их проще платить. Начать решили со студентов, которые обучаются по направлению государственное и муниципальное управление. Им особенно актуально, когда они заходят на госслужбу, иметь личный кабинет, который позволит им не допустить ошибки при декларировании имеющихся доходов, наличии счетов и так далее. И не только получить господдержку. Но, конечно, в ходе акции студенты получают немало информации, интересной им и как простым гражданам. Например, как получить налоговый вычет, если платно занимаешься спортом. Или о денежных компенсациях в случае приобретения дорогостоящих лекарств. Я узнал про налоговые вычеты, что я могу получить вычет 13%, если я работаю, например, за посещение спортивных залов. И для меня это актуально, так как я занимаюсь спортом. А налоговый кабинет у меня уже был, я плачу налоги, транспортный, имущественный. И это очень удобно. Я узнала то, что как можно быстро и просто упростить свою жизнь, не ходить в органы нашей власти, а сделать все это удобно, комфортно для себя в нашем электронном кабинете. Ну, например. А, например, заплатить налог на машину. Так что лекция в исполнении начальника отдела работы с налогоплательщиками Ирины Шемшуры оказалась очень даже познавательной. Например, уже задавая вопросы и выдвигая встречные предложения, студенты с удивлением узнали о том, что какие-то выплаты можно получить от государства автоматически. Молодой человек сказал, а почему бы вычеты не предоставлять автоматически? Да? А у нас уже это есть. Это упрощенные вычеты. Когда у нас есть сведения от кредитных учреждений, они поступают в нашу систему. И мы самостоятельно налогоплательщикам предлагаем получить налоговый вычет. Имущественный вычет и инвестиционный вычет. Пятница стала лишь первым днем проведения акции «Активный гражданин – грамотный налогоплательщик». Дальше такой ликбез пройдет для будущих экономистов и бухгалтеров. Ну а впоследствии его планируют распространить и на другие вузы. Первый на очереди – Тверской политех. Работать. Работать.